Привет, друзья! Наконец-то ко мне попал на тест тот самый легендарный телефон от компании Casio, Keosiro и iU. Это раскладушка G1 Type XX. Да-да-да-да, это кнопочный телефон. Ребята, многие из вас, я думаю, даже не знают о существовании подобных вещей в Японии. Они еще пока что популярны. Ну, опять же, насколько популярны, все относительно, потому что без смартфонов даже старики японские сейчас не могут обойтись. Если это все удобно, конечно же, кнопки, это уже все, конечно, устарело. Но, тем не менее, сам телефон был выпущен в честь 20-летнего юбилея бренда G1. Это такой ударопрочный телефон, бренд ударопрочных телефонов, который выпускался в свое время компанией Casio. Кстати, производством этого конкретного телефона занималась компания Keosiro. Дизайн и, в принципе, разработку на себя взяли дизайнеры и инженеры компании Casio, которая, кстати, уже много лет, я думаю, лет, наверное, 5 или 6, не занимается производством телефонов. Они прикрыли это направление. Вот. А выпускается это все под брендом японского оператора iU. Ребята, ну, давайте сначала пробежимся по комплектации. В комплекте, как обычно, у японцев все очень аскетично и строго. Инструкция и вот такая брендированная отверточка, которую вы можете снимать, откручивать замочек на задней стенке. Это съемная крышка. Внутри у вас, соответственно, съемный аккумулятор на 1500 мАч. Ну, естественно, все это можно сделать без отвертки. Это все пальцем поворачивается легко. Но, тем не менее, ребята, это очень плотно все прикручено. И могу сказать, что японцы, да, умеют делать защищенные телефоны. Кстати, он умеет падать и вроде как выдерживать падение с высоты метр восемьдесят на металлическую, там, или бетонную поверхность. Сейчас попробую одной рукой это все снять. Ну, очень плотно. Вот так вот. Да, и съемная батарейка, это, кстати, очень удобно. То есть, вы можете с собой иметь спасную и где-нибудь в полях ее спокойненько заменить. Ребята, первое впечатление. Ну, он большой, да. Для сравнения положу вам сейчас вот Fujitsu. Это вот Fujitsu F41B. Ну, вы понимаете, да, что раскладушка сама по себе такая толстоватая, считай, два смартфона. А если ее еще и открыть, ну, получится такая стандартная телефонная трубка. Да, весь прикол, конечно же, в том, что здесь есть кнопки аппаратные. Для многих они до сих пор остаются классиками. 3,4 дюйма дисплей. Здесь Android. Ребята, Android обрезанный, как обычно. Здесь Android 10. Процессор 210 Qualcomm. Насколько я знаю, да. 215, да. Qualcomm памяти 2 гигабайта и 16 пользовательская, 2 оперативной. 3,4 дюйма дисплей. 1500, точнее 854 на 480. Внешний дисплей 96 на 96 пикселей. Он такой полуцветной, полу... Ну, как цветной такой, с подсветочкой голубой, приятный. Можно боковой кнопкой, единственной на этом телефоне, менять всякие показатели. Пропущенные звонки, погода, термометр, барометр, шаги и так далее. Там несколько вариантов можно выбрать в меню. Меню на английском языке, кстати. То есть, здесь достаточно все просто. И, в принципе, этот аппарат по функционалу и по внешним своим данным похож на Kiosero Torque X01. Вот много здесь очень совпадает. Настройки стандартные. Поэтому здесь, я думаю, те, кто уже пользовался японцами, в принципе, не запутаются. Ударопрочный, водонепроницаемый, IP68. Выдерживает кучу всяких издевательств, погодные условия жесткие и так далее. Есть он в зеленом, вот таком вот ядерном и в черном цвете. Здесь глянец, а на черном цвете матовый. Я его чуть позже, обзор выпущу себе на сайте. Вот такая вот есть петля. Сюда можно продевать либо ремешок и вешать его на шею куда-нибудь еще. Для него есть куча аксессуаров оригинальных, кредла и так далее. Зарядка Type-C. В комплекте ее нет, как обычно у японцев, но при этом здесь возможно заряжать абсолютно любым стандартным зарядником. Беспроводной зарядки нет, поэтому только так. Ну, либо в креду, для этого есть контакты соответствующие по бокам. Вот, внешней камеры нет. Громкий достаточно звук, давайте я продемонстрирую. Вот, меню стандартное. В звуке. Громкость. Громкость. Динамик. Ребятушки, динамик расположен на задней стенке. Вот здесь, рядом с камерой. И когда он лежит на столе, в принципе, это ему не мешает. То есть, ему громкости более чем достаточно. Ну, давай еще раз. Ну, вот, наблюдаете, да? По быстродействию. Ну, конечно же, здесь никто в игрушки играть не будет, поэтому никто не говорит о том, что процессор должен быть большой. Батарейка на 1500. Памяти здесь свободно около 10,5 гигабайт. Меню, как я говорил, более чем похоже на то, что уже видели вы раньше на японских телефонах. Поэтому ничего здесь нового такого не найдете. Он проигрывает mp3. Звук, ну, звук так. Для музыки, я бы не сказал, что для музыки он подходит. Да. Дальше. Пластиковый корпус. Ничего металлического здесь нет. Камера на 13 мегапикселей. Качество вы сможете увидеть у меня в обзоре подробном на сайте. Я выложу ссылочку под этим видео. Видео пишет в максимальном разрешении Full HD. 1280 на 720. По качеству фотографий и видео. Ну, так, для распадушки, я думаю, для распадушки в 2022 году. Ну, более-менее нормальное. Конечно же, здесь никто не говорит о флагминских показателях. Поэтому расслабьтесь. Проигрывает видео. Можно, кстати, попасть сюда через браузер во все сайты. В YouTube и так далее. Можно установить приложение через Apocopure. Инструкция, в принципе, есть в интернете. Ну, давайте я вам покажу, как работает связь. Здесь, кстати, поддерживаются GSM, 3G и 4G. То есть, все, в принципе, работает. Вот так. Я сегодня уже что-то там грузил. По истории пробежимся. Русский язык здесь в клавиатуре есть. Поэтому, в принципе, можно заходить и писать по-русски смс. Есть вот такой вот курсор. Он включается вот кнопочкой, звездочкой, решеткой, решеткой. И с помощью джойстика вот так вот можно двигаться по экрану. Да, это, конечно, непривычно. Это какие-то ограничения накладывают. Но, тем не менее, у вас будет возможность всегда здесь зайти на сайт или почту проверить. И так далее. Можно установить WhatsApp и Viber. То есть, все эти приложения, которыми вы привыкли пользоваться на обычных смартфонах, здесь можно воспользоваться. Есть набор приложений стандартных Outdoor Portal. Барометры, погоду покажут и так далее. GPS работает. NFC. Сейчас мы проверим NFC, кстати. По-моему, NFC здесь нет. Чтобы вас не обмануть. Да, NFC здесь нет. Здесь есть Wi-Fi, есть Bluetooth 4.2. То есть, расплатиться им не получится. Но, естественно, ваши карты тройка подключить тоже. Камеры, смс, телефонная книга. Ну, телефонная книга, кстати. Вы можете посмотреть, как это все по-русски выглядит. Давайте я вам, кстати, покажу, как это... А, я вам не покажу. Я же телефоны сейчас пишу. Все. Короче говоря, ребята. Телефоны на любителя. На любителя. На большого любителя. Прикольный внешний экран. С индикацией, кстати. Моргающий. Как вы видите. Меняется цвет. Что еще вам рассказывать. Ну, прикольно. Лежит в руке. Такой весь дизайнерский из себя. Похож на гоночный автомобиль. Но царапаться, я думал, он будет именно в этом цвете. Потому что краска на телефонах Kiosira имеет обыкновение облазить. К сожалению. Поэтому тем, кто заморочен на этой теме, я рекомендую выбирать черный цвет. Задняя стенка пластиковая. Ну, блин. Ну, очень похож на TORC X01 от Kiosira. Крайне похож. Единственное, что меня расстроило. Опять же. Учитывая все его обрезания. Я бы думал, что интереснее было бы вынести эти динамики. Куда-нибудь вот сюда. Потому что Kiosira находились вот здесь под клавиатурой. И они лучше дозвучали. Как мне кажется. По памяти сейчас. Ну, звук в Kiosira был. Побольше. Погромче. Надеюсь, как-то, не знаю. Более писклявый, что ли. Хотя. Хотя нормально. Вроде как. Ну, вполне. Вполне. Давайте быстренько по меню пробежимся. Если вам интересно. Это системные все приложения. Они не интересные. Камеры. Давайте камеру покажу. Вот. Фотографирует. Ну, да. Сохраняет долго. Непривычно долго. Поэтому приходится терпеть. Вот. Минималистичный абсолютно набор меню. Все на английском. В принципе, понятно. Рассифицировать его нельзя. Можно сделать рассификацию только с помощью локали. Все приложения, которые вы установите. В принципе, ну, я думаю, такой беглый взгляд. Первый. Вот. Вам даст какое-то представление об этом телефоне. Блин. Ну, классно. Если бы не вот эти заморочки со всеми мессенджерами и почтами и так далее, я бы с удовольствием таким пользовался. Конечно, удобно. И то, что не стоит бояться, наверное, уронить его. Я, конечно же, его не буду сейчас хранять. Пускай это делает человек, которому он принадлежит. Но аппарат такой самобытный. Ребята, все. Более подробный обзор вы, как обычно, сможете увидеть у меня на сайте jfone.ru. Ставим лайки или не ставим лайки. Ну, вы сами знаете, что делать. Всем спасибо. А я побегу с дочкой боксом заниматься. Субтитры сделал DimaTorzok